Всем привет дорогие друзья, с вами EvilNo и в этом видео расскажу вам о том, когда выйдет припатч новости мира в World of Warcraft и не только. Ну а перед этим сходу, как всегда, таймовички. Таймовички, это когда ты пишешь видео, что припатч 7 числа, а все те в комментариях дизлайки там, какие суровые, 30-го EvilNo ничего не понимаешь, откуда ты берешь эту информацию. А 30-го получается какая-то ситуация и ничего не выходит, это невероятные ощущения, поэтому ребятушки сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видеостримах, которые проходят каждый день с 12 до 14, с 18 до 21 по московскому времени. Так, ребят, хочется здесь чего? Не волнуйтесь, не паникуйте, я конечно понимаю, почему дизлайки там были, да, какие-то комментарии, типа фантастические мысли от EvilNo, но согласитесь, это правда. Как может выйти припатч без анонса, да, я уверен, что он должен быть и некое подобие анонса у нас сходу уже есть. Как вы знаете, на ПТРе там этот припатч туда-сюда, то в тест, то в релиз, но вот буквально такие 30-го и 1-го у нас, соответственно, числа, будет проведен первый стресс-тест и припатчем. Обычно такое говорится, что типа, ну, значит скоро, вот, ну, значит скоро, вот, как всегда, ребятушки, значит скоро, вот так вот. Ну, как я уже говорил, не забывайте о том, что, во-первых, Blizzard сами говорили, что припатч будет достаточно короткий, это во-первых. Во-вторых, конкретно по поводу событий, первая неделя это будет нашествие вурдалаков, вторая неделя это неделя, это квесты цепочки и всякие дейлики, локалочки в ледяной короне у нас, соответственно, будут. Там, где все этот разлом Shadowlands произошел, ну и соответственно, может быть, они дадут еще одну неделю на то, чтобы еще локалочки поделать какие-то, какие-то шмоточки за это там пополучать. Там 445 шмотки будут падать, поэтому теоретически они могут даже выпустить припатч и 14-го числа, потому что все же, как я и сказал, событий там всего лишь 2 недели, да, которые вам нужно пройти. И вот вам припатч, вот вам все дела, ну, может быть, 3 недели, посмотрим. Ну, вроде как бы стресс-тест, так что в комнате ожидания 7-го числа. Если, как говорится, ребяточки, не анонсируют конкретно окончание сезонов полноценно, то значит, опять-таки, не 7-го, значит, 14-го, потому что они все-таки должны рассказать, что там у них сезон заканчивается, сейчас у них гладиатора уже не взять и так далее. ПВПшникам нашим грустным. А сейчас вы начинаете видеть на своем экране шедевр, на мой взгляд. Какие-то ребятишки со психологически-эмоциональным расстроем решили сделать полноценный ремастер, основанный на Warcraft 3 Reforged Warcraft 2. То есть, они решили полностью весь Warcraft 2 переделать. Ну, и как вы видите, сейчас вот где-то тут умелькают у меня. Вот, соответственно, как все это будет выглядеть, такой их типа тизер. И уже, насколько мне известно, несколько миссий первоначальных из Tide of Darkness Warcraft 2 уже доступны там по их каким-то мувам все дела, да. Так что, если что, если что, я могу вам скинуть эту новость, и вы можете сами внутри нее поискать какие-то, возможно, вариантики, чтобы погамзить. Потому что, честно говоря, я бы с удовольствием поиграл бы в Tide of Darkness, который они не просто планируют, ну, переремастерить, да, нарисовать карты и все такое, они планируют добавить героев, да. Они уже там очень много работы сделали, сами посмотрите остальные трейлеры, то есть, я показываю чисто анонсируемый трейлер, да. А там есть трейлеры с хрониками, соответственно, Орды, Альянса, там 8-5 минут, да. То есть, там показаны, как разнообразные выглядят там стражники, то есть, там, грубо говоря, у каждой фракции будет по-своему выглядеть мечник, то есть, который будет Долорановский мечник, обычный, казалось бы, да. Он будет выглядеть такой с топором, с вот этим знаком Долорана, как бы на башке этим глазом, да. Култира, соответственно, все такие зелененькие, да. Где Штормград, очевидно, как обычно, за Альянс они выглядели красивые, да. Где-то в Гилнес они такие вот черного цвета будут мечники. То есть, именно они кастомизируют жестко их под соответствующее королевство, которое участвовало во всей этой возне. Это шикарно. Опять же-таки, то же самое они сделают с орками, ограми, каких-то там, типа, героев добавят. И, соответственно, НПС вражеских добавят, да, которых не было в Тайд оф Даркнесс, был только враг. И, соответственно, все. А так они нейтральных НПС-иков хотят добавить. По мне, так это шоколадка. Шоколадка. Я бы с удовольствием в это погамзил. Люблю стратегии РТС. И, как бы, жду, когда они полностью все сделают. И будет неплохо, очевидно, да. Ну, а сейчас, как говорится, вернемся к земному. Рекстрой опять шалит. Пока все опять пердят. Он пердит эффективнее. Эффективнее. Нашел какую-то там жабу. И с помощью этой жабы в локациях ваншотит игроков в Божественной Буре. Не спрашивайте меня, как это происходит. Все равно, конечно же, никто из этого делать ничего не будет. Но он ваншотает всех Божественной Бурей. А также с помощью легкой манипуляции. И сейчас я прочитаю ее полную, эту манипуляцию. Готовьтесь и наслаждайтесь. И это происходит за друида. Он в специализации Стража или Силы Зверей. Использует инстинкты выживания. Фолиант Бесмятежного Разума. Меняется на Исцеление. В Исцелении использует Озарение. Громовую барабанную колотушку. Это, если что, Белл. Бесконечный у Кожевников. Применяет несколько Омоложений. Получает Живость Духа. Меняет специализацию на Баланс. Использует Парад Планет. Применяет Олощение Избранной Луны. Надевает экипировку с бонусом комплекта. Из гробницы Саргераса. И низкоуровневые предметы. Чтобы это было работало в ПВП масштабировании. Использует Силы Природы. Ярости Луны к Нипу. Применяет Кровь Врага. И экстремальные ревиктивные сапоги. Отправляет в цель Звездные Потоки. И аксессуар на глушение. Надеясь на критическое срабатывание. Поскольку тогда урон, благодаря усилениям, будет огромным. И, короче говоря, он запускает там миллион Звездных Потоков. Который наносит критами миллиарды тысяч процентов урона. Используя сет из гробницы Саргераса. Да? А вы там сидите. Порча, говно. Да-да-да. Вот парень. Вот парень сидит. Использует предмет из прошлого дополнения. Ему норм. А зачем ему нормальный предмет? Когда можно использовать сетовый комплект из гробницы Саргераса. Какие-то, по-моему, какие-то муы, да? Всего лишь несколько тел движений. И он устроил Армагеддон с миллиардами звездных потоков. Значит, что у нас дальше, ребят? Дальше интересная новость. У нас останутся все бонусы войны, которые есть сейчас. То есть, как вы знаете, если ты находишься в режиме войны, то получаешь на 10% лучшую награду. Ну, это связанная награда с любой валютой, включая опыт и репутацию. Нет, репутацию, по-моему, не помню. Насчет репутации, по-моему, не увеличивается. А вот именно вся награда, типа золото, типа какая-нибудь анима, которая там будет, будет на 10% больше. У Альянса сейчас, поскольку его мало, 30% такая награда. И, соответственно, 30% дополнительного опыта, да? То есть, Альянс балдеет в этом плане. И, соответственно, как всегда, такая тема происходит. И опять в игру вернулись интересные задания по принципу «Убей 25 игроков в Shadowlands», да? Поэтому будет такое еженедельное задание, которое будет заставлять все-таки друг с другом людей драться в World PvP, да? Что, в принципе, неплохо. И там награда очень сильная. Между прочим, можно сказать, треть недельного капа там, что ли, ты отбиваешь, короче, этим заданием. Очень интересная, очень интересная тема. Переходя с этой темы на следующую, это, ребяточки, то, что люди опять начали ныть. Ныть начали люди про ковенанты. Сумасшедшая ситуация. То есть, основной, скажем так, я не знаю, правильно ли использую это слово, но тезис данного нытья заключается в том, что теперь система ковенантов, она по большей степени для того, чтобы альтернативным персонажем играть удобно была, но при этом смена специализации, это равно минус сердце, минус бадхёрд, потому что меняешь специализацию, а все проводники, все вот эти вот штуки-дрюки, лимпампуки, ковенант, все остается у тебя, как и было. Допустим, играл ты за демон лока, поменял, захотел за дэстрика, а за дэстрика вот это все, что у тебя вставлено, уже дерьмо. А чтобы это поменять, нужно как бы недельное КД, чтобы вы понимали, да, то есть в игре, как я помните, рассказывал, есть недельное КД на смену ковенанта, грубо говоря, в среду обновляется, и то же самое относительно проводников. Проводники это, если что, такие предметики, которые надо будет вставлять в дырочки специальные, да, специальные дырочки, и, соответственно, они будут апать вашего персонажа на перманентной основе. Ну, короче, как бы это назвать, ну, короче, как сущности в вот этом вот сердце Азерот, ну, почти, да, то есть как сущности в сердце Азерот, но все же напоминающие скорее штучки из артефактного оружия. Кто еще помнит, артефактное наше оружие легендарное было в Легионе, и там было три дырочки, и в них вставляешь штуки с илевелом, и то есть эти штуки тоже будут обладать своим илевелом, вот эти вот самые штуки, и они тоже могут их менять только раз в неделю. Раз в неделю. Поэтому, если захотел попробовать за Дестролока, знай, вставил, попытался, и, возможно, все в дерьме. А вернуться только через недельку. Неприятные ощущения, да? С одной стороны. С другой стороны, все будут просто делать это, мне кажется, во вторник, перед сменой, чтобы попробовать. Если не понравился, всегда можно вернуть старый контент, старое дело, и это, наверное, будет один из лучших советов людям, которые будут что-то новое троить. Ну, на мой взгляд, опять же, это все такое своего рода нытье, да? Не волнуйтесь, у меня уже есть секретные легендарные таблицы, благодаря моим зрителям, по которым я вам очень скоро уже, как парипатч выйдет, начну рассказывать, кто кому лучше, какой ковидант лучше, почему и так далее, да? Много интересных штучек, кто бис, кто не бис, так что ждите, и вы дождетесь, ребяточки, ждите, вы дождетесь, да? Соответственно, опять же-таки, возникли проблемы с этими вот рангами проводников, то есть, никто ничего не понимал, и вот, опять же, как я только что рассказал, объяснились Близзарды, что у этих проводников будет такой же левел, и чем больше у них и левел, тем, как говорится, и лучше они будут, то есть, как бы будем выбивать себе проводники по и левелу, да? По и левелу. Новость, которая заставляет меня делать но при этом все-таки хорошее, значит, как вы знали, я уже недавно, относительно месяца два назад, недавно, рассказывал о том, что курс Forge купили у Twitch, то есть, помните, у нас приложение Twitch есть, которое можно все аддоны скачать, обновить, теперь, его купил Overwolf, и, соответственно, свое предложение, тоже приложение делает, типа Twitch, да, на котором тоже можно будет все обновлять, план у них примерно такой, значит, закрытая альфа-тест у нас будет седьмого, бета открытая 20 октября, да, и 26 октября уже полноценный запуск этого самого курса Forge на Overwolf, и, соответственно, возможность оттуда качать все аддоны, обновлять и так далее, да, но не волнуйтесь, ребятушки, не волнуйтесь, Twitch пока что продолжит свою работу, и фактически можно будет не париться первое время, и выход этого Shadowlands мы будем по-прежнему с нашим Twitch, причем это вот вторая, как бы хорошая часть этой новости, чтобы нам не париться, будем просто использовать нормальный Twitch и обновлять аддоны, к сожалению, да, к сожалению, вот такие проблемки, да, с этим курсом, да, перекочевал, кто-то его купил, кошмар, интересная следующая новость, в Таргасте, как вы помните, нельзя кататься на маунтах, но если вы полностью пройдете весь Таргаст, все его коридорчики, получите за это маунт, такую, черного цвета, такая странная собака, призрачная, вот, и на этой собаке вы сможете кататься по этим самым коридорам, это будет единственная, как бы, собака, вот, собственно, и все, вот, вот, собственно, и все, вот такие вот делишки, хорошая, я считаю, новость, и такая же хорошая новость, как World of Warcraft, который занял 10 место, самым популярным, самым зарабатывающим, я бы сказал, даже не популярным, а зарабатывающим играм, в августе, в августе, конечно же, многие люди скажут, Warcraft умер, или многие люди скажут, зарабатывающая, это не значит, что, очевидно, в нее много людей играют, ну, а мне, в общем-то, плевать, потому что, очевидно, если игра зарабатывает, значит, Blizzard такие, и начинают делать другие, и, 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 дополнения, патчи, работать над игрой, и дальше тратить деньги на маркетинг, и все такое, чтобы больше людей приходило в игру, да, поэтому, как бы, ждем новых людей, и наслаждаемся Warcraft'ом, и перестаем ныть, в нашем мире, в мире World of Warcraft, с Evil No, мы не ноем, мы просто говорим, что в команде у нас какой-то долб... невероятный, вообще, вот, ребятушки, значит, прокачка, перейдем к прокачке, и Chromie, Chromie, у нас, как вы знаете, будет возможность, после 10 уровня, выбирать эту прокачку, соответственно, Warlords of Draenor, Leech King, Cataclysm, что захочется, то и получится, естественно, уже люди, вовсю там, у кого есть бета, не я, начали во всем этом деле копаться, и, ну, конечно же, столкнулись с неприятностями, типа, если ты начнешь качаться в Leech King, то ты там 3 локации пройдешь, и получишь 50 уровень, с 10 по 50, если будешь в катаклизме, то уже, может быть, что-то там почти полностью пройдешь сюжет, ну и вот так, то есть, более старые задания, где-то там, а где-то более новые задания, нового порядка, и, соответственно, поэтому все это выглядит, ну, не так, как, может быть, предполагалось, но все же, как всегда, победил Warlords of Draenor, Warlords of Draenor, за 6 часов человек прокачался, используя все возможные бонусы к опыту, которые только могут быть, из-за того, что там есть, как вы помните, сундучки, задания вот эти, да, бонусные, да, очень, очень, ребяточки, Warlords of Draenor, крутые квесты, кто не качался в Warlords of Draenor, очень нужно качаться, качь сплошной кайф, потому что, вот ты приходишь в локацию, чтоб ты понимал, берешь квестов 7, много квестов берешь, и все эти квесты, это вот тебя в один лагерь, какой-то вражеский посылают, и убить там трех лидеров, отобрать у этих же самых лидеров несколько фолиантов, убить 15 таких-то, 15 вот таких-то, 10 таких-то, какую-то там бочку собрать, 10 штук бочек, да, и вот у вас уже 7 квестов, которые сделаются в одной микрообласти, в которой просто ходите и делаете эти квесты нахапом, как говорится, да, и получаете тонны опыта, безусловно, это шикарно, плюс еще эти дополнительные квесты, висит недалеко, так бам, вот, с кучей опыта, то есть, это я так и говорил, что Warlords of Draenor всегда будет самым лучшим по прокачке, и вот, я говорю, рекорд, типа 6-5 часов, вот, и что самое главное, интересная новость, о которой, возможно, многие хотели бы спросить, что делать, мне вот там на стриме спрашивали, есть ли надоел какое-то там дополнение, типа, что мне теперь, до конца в этом дополнение качаться, ну, вроде как нет, потому что в Штормграде и в Агримаре, соответственно, будет, ну, прям, вы заходите в эту столицу, открываете карту, и на карте будет такой значок песочных часов, вы к нему подходите, а там Хроми сидит, пердит, и вы с ней разговариваете, и все, вроде как, легко меняете, да, так что приятно, что даже Близзарды отметили просто даже значком отдельным эту Хроми, это классная, интересная новость, но о неклассных новостях и немного very strangerous and very dangerous новостях, я бы назвал, это новость, во-первых, игроки заметили, что до 50 уровня, ну, соответственно, перед максимальным, да, максимально 60, до 50 уровня, которым мы все будем, если что, нельзя будет создавать заранее собранную группу, как вы знаете, именно, вот я любил заранее собранное другое, собирать пати, и вил новый есть контент, да, а тут нельзя, нельзя, то есть пока ты не докачаешься никаких заранее собранных групп, это очень странное движение, и я вообще не понимаю, в чем его смысл, вообще какой-то бред, да, типа, а если я хочу покачаться с кем-то, а если, не знаю, вот опять же я, ютубер какой-нибудь другой, выпускает видео на прокачку интересную, да, и пытается людей объединить под одним грифом, чтобы они через эту систему друг друга нашли, да, то есть как людям друг друга найти, теоретически, то есть фактически, очень странный мув, вот, но все же, конечно, понимаю, ведь прокачка будет суперлегкая, из-за того, что будет возможность очень легко просто по квестам качаться, так еще и по подземельям, там, как вы помните, рассказывал, интересная система получилась, да, если не находишь там своего дополнения подземелья, тебя кидает в другое дополнение, что тоже, в принципе, удобно, но я все равно в недоумении, просто, как всегда, ребяточки, открываем очередную, очередной наш ряд комментариев, а зачем, вот, погнали, пишем, а зачем, ребят, а зачем, боже мой, вот опять, что такое, зачем какие-то, вот, что это, зачем, ну, почему, ну, просто, вот, что ж такого-то, встретились как-то люди, да, и такие, типа, ооо, да, ну, что это такое, типа, это, ну, я не понимаю, короче, зачем это нужно, это, что, я не знаю, люди в гильдии, сами вступали, не пытались как-то, может, избавиться, скажем так, от, получается, как это, легкомысленных, быстрых связях, да, избавились, чтобы люди до 50-го левела уже были в гильдии, если хотели общество, или в сообществе, чтобы хотели общество, я даже не знаю, вот, ну, в принципе, возможно, это даже хорошо, но все равно тупо, просто вот взяли, и до 50-го левела нельзя заранее собранной группой пользоваться, и, типа, искать пати куда-то, да, и, соответственно, новость, выходящая из этой новости, опять же, разработчики обнаружили, что теперь в события путешествия во времени, как вы помните, отличное событие, могут люди участвовать только 50-плюс уровнем, то есть, вы не можете на 10-м, 20-м, 30-м, 40-м левеле, и так далее, до 50-го ходить, в путешествии во времени, поскольку, поскольку, очевидно, теперь эти путешествия во времени являются частью прокачки, и, типа, а как бы, ну, вы поняли, да, то есть, это нельзя на этом будет качаться, то есть, эти события путешествия во времени будут только для людей 50-плюс, то есть, high-level, чтобы получать соответствующую награду, и, соответственно, туда ходить, вот так вот, представляете, тоже, то есть, нельзя будет качаться, вот, и, опять же, получается вопрос, а зачем, Опять же А почему? Вот что? Что? Ну то есть Как бы Даже не знаю что в этом вот Что по этому поводу сказать То есть представьте по сути По сути как? В чем был прикол этих самых путешествий во времени То есть прикол был в том Что ты мог вот на соответствующем уровне Если мог себе позволить там же были такие Капы уровней да И ты мог как бы просто пойти И с общей массой игроков В одни и те же подземелья Чтобы практически даже их не искать по времени Потому что в них постоянно все ходят Идти и качаться и при этом ты не обуза никому И ты вполне там Играбельный внутри этой штуки да Теперь это только для хайлевел контента Штука сделана Ну тоже непонятный какой то мув на мой взгляд Лично я не видел никакой в этом проблемы Вот возможно Близзарды тем самым все таки хотят Чтобы ты прям вот если ты выбрал Патч То ты в нем качаешься да Качаешься Хотя опять же таки Сделав функцию Что после 15 минут Ненайденного подземелья Ты ищешь уже в других подземельях да То это уже как бы уже нарушает эти слова И ну черт Черт ногу сломит Во всей этой невероятной логике да На мой взгляд это очень странно Лучше бы было бы оставить И допустим сделать все эти путешествия Во времени с 10 уровня Просто потому что как бы Вся наша прокачка будет путешествием Во времени с 10 уровня да А я надеюсь вам понравились эти новости Были полезными Увидимся как всегда На стримах и видео Каждый день Безусловно да Надеюсь какие то БГ тут интересные Играются да Ну и как всегда ребятушки Баг 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 Звел Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...